ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Узнайте больше о своих правах и возможностях в программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Чем более подвигается наука в изучении причин болезни, тем более выступает то общее положение, что предупреждать болезни гораздо легче, чем лечить их, говорил лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Мечников. Здравствуйте! В студии Наталья Цопина. Смотрите сегодня. Многодетные рекорды. Почему родители решаются на третьего ребенка? Спросить и пожаловаться. С какими вопросами чаще всего обращаются на горячую линию ОМС? Купить картину и стать здоровым. Можно ли вылечить светом? Едва ли не каждая четвертая мама пришла в роддом за третьим малышом. Такая статистика в областном родильном доме за последний месяц. Есть и другие цифры, удивляющие опытных врачей. Например, большинство мам приходят сюда в возрасте за 30. Все подробности в следующем сюжете. Сегодня седьмая палата вся уходит на выписку. Малыши здоровые, пора домой. Дорога у всех не близкая. Так Татьяне Каминской с сыном до села Раисина Убинского района ехать почти три часа. Мама вспоминает. 17 лет назад, родив первого сына, сказала. Больше никогда. Это Максим Сергеевич, третий мальчик. Первому уже будет 17, второму 12 будет. Только родились. Сегодня домой. За нами уже едут. Наталья говорит. О третьем ребенке думать пока рано. Впрочем, на том, что нужно рожать второго, настоял четырехлетний сын Илья. Общительный мальчик. Ему очень скучно. Говорит, у всех есть, почему у меня нет? А мелкие у вас общительные? Нет? Чего уже успели понять? Да вроде сойдутся характерами. В областном перинатальном центре отмечают. Мамы стали старше. Чаще всего рожают те, кому от 30 до 34. На втором месте 35-39-летние. И уже замыкают тройку лидеров роженицы 25-29 лет. Многие приходят не в первый раз. Когда у нас в родильном доме появляются повторно родящие мамы, мы этому рады, потому что мамы имеют опыт ухода за ребенком, навыки. И особенно эти мамы уже знают, как правильно кормить ребенка грудным молоком. Мы активно пропагандируем грудное вскармливание, поэтому мамы повторно родящие, как правило, кормят грудным молоком и все к этому прикладывают, все усилия свои. В прошлом месяце вторых малышей рожали даже чаще, чем первых. Почти у четверти мам роды были уже третьи. Каждый должен сам, наверное, осознать. Реклама есть по телевизору. Дети – это счастье, а счастья много не бывает. Как бы, ну, не знаю. Если настроены на, естественно, на воспитание непросто. Их же ведь нужно не просто родить, еще и поднять, еще и воспитание дать. Татьяна о воспитании детей знает не понаслышке. Сын и дочка хорошо учатся в школе, занимаются спортом. И с нетерпением ждут маму с братом. Надеюсь, что это пополнение в семье не последнее. У Екатерины сын занимается футболом. В последнее время у него стало сильно падать зрение. В очках заниматься спортом неудобно. Мама слышала о ночных линзах. Интересуются, исправляют ли они зрение и насколько это действенный метод. Они не исправляют. Это способ коррекции. Они тормозят прогрессирование близорукости. Если эту линзу отменить, то близорукость снова вернется к исходным значениям. В ортокератологии мы занимаемся уже 8 лет. Сначала мы очень длительное время исследовали это направление в оптической коррекции. Мы изучали отдаленные результаты. И в конце концов, когда мы получили уже действительно результаты по стабилизации прогрессирующей близорукости, торможению, то мы этим методом стали активно заниматься. Из всех пациентов, которые к нам приходят, у нас 80% детей. Ребятишки в основном при ношении этих ортокератологических линз в свободное от ношения какие-то средства коррекции зрения, днем, например, они могут вести активный образ жизни. То есть это не в коем образом ограничивает их от занятия спортом, плаванием, занятием, например, футболом и так далее. То есть здесь не очковая коррекция недопустима, а при плавании и даже мягкие контактные линзы не очень желательны, поскольку идет контакт с водой. Но самое главное преимущество — это торможение прогрессирующей близорукости по сравнению с очками и другими типами контактных линз. Потому что сейчас действительно близорукость имеет характер эпидемии. Она широко распространена в странах азиатских, широко распространена в Китае, там более 90% детей, и в России тоже этот показатель постоянно увеличивается. Потому что у нас дети в основном обучаются в школе длительное время, затем они выполняют домашнюю работу, а вместо того, чтобы потом активно на улице отдыхать, гулять, они сидят у нас за смартфонами, за планшетами, то есть еще подвергают себя дополнительной зрительной нагрузке, что, собственно, способствует прогрессированию близорукости. Желтый, красный, голубой — выбирай себе любой. Но помни, возможно, противопоказания. Какие оттенки стимулируют зрение и нервную систему, а какие, наоборот, могут вызвать головную боль? И вообще, правда ли, что цвета благотворно влияют на здоровье? Расскажем прямо сейчас. Капкейк рисовала с натуры. Вторую картину — по мотивам работ новосибирского художника Данила Меньшикова. Я люблю рисовать. У меня есть любимые цвета, как голубой, синий, фиолетовый, как цвет космоса. Соне повезло. Сегодня на занятии будут рисовать хоть и не космос, но в ее любимой гамме. Когда волна начинает падать, она становится пеной, потому что вода разбивается на много маленьких капелек, и они превращаются в пену. Вот пену мы не рисуем в рисунке, мы будем ее сразу потом краской набирать. Пена будет вот здесь. У Анны Галеевой интегративная студия. Здесь одновременно изучают иностранный язык и изобразительное искусство. Иногда понять грамматические сложности английского помогают художественные образы. Порой, говорит, процесс рисования спасает учеников от усталости или плохого настроения. И преподаватель знает, чем помочь. Сама Анна с цветотерапией в художественном училище столкнулась на первом уроке по цветоведению. Когда изучали сочетание цветов. Однако, уверена художница, восприятие индивидуально. Если зрителю импонирует цветовая гамма, то она, естественно, его лечит. Мне кажется, это у всех срабатывает, когда ты смотришь на картину и думаешь, вот это бы я себе повесил, например, на стену. Или это бы, например, точно не повесил. Может ли картина оказывать терапевтическое действие? Точно знает психолог Елена Лапочка. По первому образованию она художник. Когда человек покупает картину, это зависит от его индивидуального настроения. Если у него хорошее настроение, он купит то, что будет соответствовать. И в дальнейшем, обращая внимание на свое произведение купленное, он будет возвращаться к тем эмоциям, которые подвигли его на покупку этой картины. Но вот вы, например, когда выбирали фотографии, картины, вы на что ориентировались? Мы ориентировались на то, что изначально зеленый цвет стен, если вы видите, он обращает внимание на то, что он успокаивает, создает умиротворенное состояние. И на этом фоне смотрится любая живопись. Эти картины нам предоставил фотохудожник Останкович Александр. Он был в необычных местах, куда не шагнула нога человека. И во всех этих картинах есть особое настроение, свобода духа. И поэтому, смотря на них, вы можете попутешествовать вместе с художником, увидеть определенные цвета, природа. Если вы обратите внимание, то все наши картины – это зеленый, голубой и яркое солнце. Желтый цвет – это цвет оптимизма, зеленый цвет – цвет надежды и синий – цвет умиротворения. Все вместе работает в комплексе. Когда вы заходите в наш центр, у вас создается спокойное состояние. Цветотерапия, или как ее еще называют хромотерапия, метод нетрадиционного лечения психических и физических заболеваний. На человека воздействуют цветом различных цветовых гамм. Человек может находиться в комнате, выдается определенный цветовой фильтр – зеленый или красный, в зависимости от того, какая потребность ему нужна. Помимо этого может включаться фоном музыка, определенная, которая индивидуально подбирается, и этот цвет работает. Цветотерапия должна происходить не более чем полчаса. Этой нагрузки достаточно для организма. Цвет – это индивидуально. Если вы решите, что мне надо быть подинамичнее, я включу красный или оранжевый, дома посижу под цветовой лампой, мне станет лучше, не сработает. Прежде чем работать с цветом, нужно прийти к специалисту. И мы с вами подберем, что вам необходимо. Есть ли противопоказания? Специалисты отмечают. Возможно и такое. Нельзя с любым цветом переигрывать. То есть, например, фиолетовый цвет, он успокаивает, добавляет психологического комфорта, и в нем хорошо. Но если его много, начинается чувство депрессии. Также красный. Если вы меланхолик, и вам не хватает жизненной энергии, хорошо использовать красный цвет. Но если его много, возникает чувство агрессии, чувство тревоги. Поэтому с любым цветом нужно работать достаточно корректно. Дозированный должен быть цвет. Если мы говорим именно о цветотерапии. Если мы хотим получить какого-то результата и работать на улучшение здоровья. Если вы выстраиваете относительно цвета свое жилище, то я могу дать вам такую рекомендацию. На кухне преобладать должен желтый цвет. Он повышает аппетит, и с ним желудок работает лучше. Если же вы на кухне поместите зеленый и синий, то аппетит будет уменьшаться. Если хотите уменьшить аппетит, то и зеленый. Но тут такой момент, некоторые скажут, я хочу сесть на диету, может сделать синюю кухню, и я не захочу есть. Но нет, тогда желудок будет работать хуже, и обмен веществ будет работать неправильно, и все равно вы не похудеете. Лучше желтый либо оранжевый. Теплые цвета должны присутствовать на кухне. В спальне более холодные. Умиротворяющая обстановка должна присутствовать. В детской светлое. Еще по той причине, что много игрушек у ребенка, яркие пятна. И если яркая комната плюс яркие пятна, соответственно, будет возникать у ребенка тревожность, агрессия и вообще неспокойная обстановка в доме может возникать. Он может капризничать, и вы не будете понять причину. Почему? Много раздражающих факторов. Ученые посчитали, один из самых любимых цветов у человека – это синий, успокаивающий цвет. Обладает снотворным эффектом, помогает в борьбе с инфекциями и лихорадками, спазмами и головными болями. Так что, когда Соня воплотит в реальность свою мечту, нарисует картину космоса, вполне возможно, у произведения будет целебный эффект. Нужна консультация по обязательному медицинскому страхованию или есть жалоба на медучреждение? Звоните в нашем сюжете о результатах работы в этом году Контакт-центра обязательного медицинского страхования Новосибирской области. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области и страховые медицинские организации отметили в первом полугодии 2017 года рост числа консультаций граждан по двум актуальным темам. Почти на 2000 стало больше обращений о видах, качествах и условиях предоставления помощи по программе обязательного медицинского страхования и больше, чем на 1000 об организации работы медицинских учреждений. Внедрение Института страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования позволило существенно повысить информированность граждан о функционале страховых компаний. И прежде всего, как организации, которые не только выдают полисы обязательного медицинского страхования, но и активно защищают права своих застрахованных на получение качественной и доступной медицинской помощи. Это наглядно можно увидеть, анализируя структуру обращений, поступивших в первом полугодии 2017 года в страховые медицинские организации и фонд обязательного медицинского страхования по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, при значительном снижении количества обращений о порядке выдачи полисов обязательного медицинского страхования в два раза увеличились обращения об организации оказания медицинской помощи и более чем в три раза о видах, качестве и условиях оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Специалисты фонда ведут постоянный мониторинг обращений граждан. За первое полугодие 2017 года в контакт-центр обязательного медицинского страхования поступило более 137 тысяч обращений. Подавляющее большинство – это заявления о первоначальной выдаче или замене полиса – 82%. На втором месте – консультации – 17%. И на третьем – жалобы, их менее процента. В сравнении с первым полугодием 2016 года в этом году число обращений в целом уменьшилось на 70 тысяч. В системе обязательного медицинского страхования созданы все условия для обращения к специалистам за консультацией или с жалобами. Граждане имеют право устно или письменно, при личном посещении или посредством электронной почты обращаться в страховые медицинские организации или в сам фонд. Кроме того, с июня 2016 года в Новосибирской области работает телефон горячей линии, позвонив по номеру 8 800 3 2 15 15, можно задать любые вопросы, касающиеся обязательного медицинского страхования. Если вас интересует, например, адреса пунктов выдачи страховых полисов или перечень медицинских организаций, которые работают в системе ОМС, ответ будет дан на первом этапе. Если возникает необходимость в углубленной консультации, ваш звонок передадут на страхового представителя второго уровня, то есть страховые организации, где вы застрахованы, или на специалиста фонда. На горячую линию за первое полугодие 2017-го поступило свыше 2000 звонков. Больше чем в половине случаев люди задавали традиционные вопросы. Как обменять полис, где его получить? Входит тот или иной вид медицинской помощи в программу ОМС и сразу же получили исчерпывающие ответы. Чуть больше 900 вопросов потребовали консультации специалистов страховых медицинских организаций, а около 200 звонков привлечения сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования. Финал конкурса «Маленькая мисс» прошел в Новосибирске. Участницы – особенные дети. Соревновались девочки с различными диагнозами. Подробнее расскажет моя коллега Рута Келлер. Кубки и грамоты в руках, короны на головах у девочек, объявлены победительницы. Но сегодня не об этом. Сегодня день, когда закончились репетиции, подготовки и большое волнение перед маленькими конкурсами. Детки, которые были вначале скромными, они раскрылись. Те, которые показывали себя в одном таланте, показали другой талант. Но самое главное, что каждая из них оказалась особенной. И самая настоящая принцесса. Бороться маленьким девочкам приходится ежедневно. И не в конкурсе, в жизни. Каждая из них родилась особенной. Часто эти особенностями называют сложные болезни или ограниченные возможности. Но только эти малышки знают, что их потенциал безграничен. На самом деле, я думаю, что их чарту совсем недавно в конкурсе подобном. И понимаю, как они волновались, как они переживали, что чувствовали в момент подготовки. Это на самом деле очень здорово. И вот подобные мероприятия помогают и сплотиться, и это общение в первую очередь. Благодаря конкурсу удалось исполнить самые заветные желания маленьких мисс. Маруси, например, подарили сертификат на обучение в модельном агентстве. А Рита, мечтающая стать телеведущей, в скором будущем посетится экскурсии канал ОТС. Слова просто теряются. Просто от тела сердца хочется огромное сказать спасибо за участие, за то, что они организовали всю вот эту шикарную программу, что дети у нас радовались, улыбались, что это было очень ярко, доброжелательно и с открытым сердцем. Самое очаровательное, самое спортивное, самое талантливое. Сложнее всего было выбрать под каждую номинацию кого-то одного. Поэтому жюри не скупились. Сегодня победители абсолютно все. И девочки уходят в коронах. И совет, который еще в 150 веке дал персидский философ Нуриддин Абдурахман Ибн Ахмад Джамид. Ешь столько, чтобы тело здания не гибло от переедания. Будьте здоровы и до встречи через неделю. Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях. Программе «Про здоровье» на телеканале ОТС.